Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной выпуск новостей из мира The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех наших донатеров на канале. Спасибо, друзья, за вашу финансовую помощь. Ну что же, вышел очередной короткий девлог разработчиков, проделанной работы за месяц. Что-то можно почерпнуть и узнать нового. Сейчас я вам зачитаю, что нам сказали разработчики. И, кстати говоря, из данного девлога можно понять о новых будущих интересных системах, которые будут в игре. Обязательно подпишись, поставь лайк и, собственно, нажми колокольчик на канале. Ну что же, поехали! Филипп Тессара. Ведущий программист. Это был очень напряженный месяц, наблюдая за стресс-тестом и исправляя ошибки. Добавлено множество функций качества жизни, изменена система скина, которые были построены на отзывах, предоставленных нашими очень полезными стресс-тестировщиками. Улучшены некоторые виды для камеры. Кроме того, мы также продолжили продвигаться вперед в разработке обновления 6, например, участвуя в совещаниях по проектированию и планированию расширенной системы питания, которая также должна привести к появлению новой системы миграции, а также занимались разработкой системы шрамов. Таким образом, несмотря на то, что обновление 5 еще не было выпущено, производство игры продолжается. Например, разработка Траоддона для обновления 6.5. Мы можем подтвердить, что Траоддон уже завершен. Команда QA в настоящее время сосредоточена на помощи в стресс-тестировании. Кроме того, есть некоторые классные системы, над которыми я лично работал в фоновом режиме, такие как прототипы концепции для механики динамичной системы шрамов, которой еще нет ни в одном обновлении, релиза, но должна придать новую атмосферу хоррора и выживания в мире динозавров. ТМ. Программист. Большая часть месяца была потрачена на исправление ошибок и добавление некоторых последних штрихов до выхода обновления. Мы получили много полезных отзывов от нашего стресс-теста, из которого вы, возможно, уже видели некоторые видео. Некоторые из наиболее важных изменений включают в себя то, чтобы настроить четко виджет гнезда. Теперь он уменьшается с расстоянием и исчезает, когда нет ничего важного, такого как плохая температура или приглашение в гнездо. Размещение гнезд также было улучшено для работы на более крутых поверхностях. Детеныши теперь автоматически присоединяются к группе родителей, но они также будут автоматически удалены, если группа превысит стандартный лимит, когда они станут возраста джува. Первоначально вся система гнездования требовала, чтобы оба родителя были живыми. Однако во время реального игрового процесса это оказалось довольно ограниченным из-за того, что один из родителей часто умирал или должен был выйти из системы, и вся система гнездования была нефункциональна. Таким образом, я в конечном итоге внес некоторые изменения, чтобы сделать возможными родителей одиночек. Visualtech. Художник 3D. В последнее время я работал над такими предметами, как камни, солевые лизуны, которые были портированы в игру, чтобы они могли быть полностью пригодными для использования и в соответствии с нашими потребностями. Это означает, что в прошлом месяце я делал эти камни правильными и оптимизированными. Теперь у нас есть сильно детализированные скалы, большие скальные образования и надлежащий набор деталей с ними для окружающей среды. Я не буду вдаваться в подробности с ними, но надеюсь, вы увидите их достаточно скоро. Кроме того, я много работал над декорациями для напольного покрытия для человеческих построек, фундаменты базового плана различных локаций, которые создавал Джейс. Кроме того, я сделал несколько больших реквизитов для верфи порта, таких как две вариации силосов и один топливный бункер. Кроме того, я работал над основанием монорельса, поэтому мы можем включить его в будущую карту, которая содержит больше деталей и изменений в самой сетке игры. Ну и наконец, я хочу продемонстрировать птичник, который скоро появится также в игре. Топинг. 2D художник. Шантун Газавр. Возвращение Титана. Разработчик дал насладиться будущим гигантом, травоядным, и мы узнали его некоторые будущие способности в игре. Анкилозавр. Заимствуя вдохновение у броненосцев и некоторых ящериц, мы очень хотели сохранить с этим животным. Девиз анкилозавра не волнует. Прижимаясь и отмахиваясь от атак более крупных хищников, анкис может легко выжить, но нужно будет проявлять немного больше стратегии против более мелкого врага, склоняясь к нападающим, чтобы скрыть стороны своего подбрюшья от более мелких хищников, которые могут откусить его слабые места. Некоторые другие идеи, с которыми мы работаем и прорабатываем, это тяжесть, позволяющая ему ходить под водой, а не плавать, чтобы пересекать реки, а также способность использовать свой хвост, чтобы добраться до пищи, которую некоторые другие животные, возможно, не смогут добыть. И, конечно, это было бы странно, если бы он не мог ломать кости и наносить серьезные переломы противнику. Гипно. Главный ведущий. В этом месяце команда QA была занята проверкой, аннулированием всех отчетов об ошибках, представленных нашей новой командой стресс-тестирования. Мы полностью посвятили этому месяц. Поскольку эти две команды работают вместе, вы должны ожидать, что игровой опыт для будущих обновлений будет намного более плавным, чем предыдущие интеракции, поскольку производительность и механика, работающие в настоящее время под более высокой нагрузкой имеют первостепенное значение во время всех сессий в игре. Только в июне мы проверили колоссальные 300 уникальных проблем с момента начала стресс-тестирования. Поэтому, надеюсь, мы найдем любые вопиющие проблемы из последнего обновления, которые вызывали у вас головные боли. Вы будете рады узнать, что области, через которые вы могли пить, через землю, теперь удлины. Помимо проверки ошибок, я внимательно следил за отзывами в течение этого времени среди стресс-тестеров. Они были очень полезны для определения области, где баланс страдает или где новые механики не оправдывают ожиданий. Давайте я вам приведу несколько примеров. Гнездовые угодья на карте дают гнездам теперь повышенную скорость инкубации, снижение температуры гниения, улучшение здоровья гнезда и повышение скорости роста птенцов. Нокдауны не длятся так долго, как раньше, к примеру, взять стегозавра. Его удар хвостом. Это значит, что получить мгновенно смертельный удар шансов будет меньше, даже для самых маленьких хищей. Улучшена мобильность всех джувов. Они ускоряются быстрее, чем их взрослые особи. Укусы и удары в хвосты, теперь вы будете получать меньше урона при попадании в них. Корнотавр теперь более восприимчив к бледу. Дейнозух получает питательное вещество, нутриент от каннибализации. Больше стимулов для каннибализма. Дейнозух также может быстрее восстанавливать свой кислород, просто даже отдыхая. Дриозавр. Переработаны элементы управления. Различные другие изменения диет у всех видов динозавров. Джейк. 3D художник. Последние несколько месяцев я занимался над изменениями растительности на карте. Все карты раскрывать не буду, но они выглядят достаточно интересно и должны быть раскрыты в ближайшее время. Вместо этого мы рассмотрим еще одну коллекцию растений, которые я сделал, которые будут служить игровой цели для джубов. Они принимают форму различных форм саговниковых пальм. На самом деле растение было изготовлено несколько месяцев назад, но я немного усовершенствовал его внешний вид. Довольно неплохо на техническом уровне. Достаточно много текстурной работы. Ведж. Саунд дизайнер. Я постепенно добиваюсь прогресса в написании звуков для троадона. Каждой новой механикой необходимо делать больше звуков, поэтому список дополнительных, необходимых для каждого существа, теперь довольно обширен. Вокал троадонов будет иметь контраст с его красочными фирменными звуками, которые будут использоваться во всех остальных криках, используя некоторые агрессивные звуки, начинающиеся очень резко, чтобы придать ему более жуткий звук. Звуки уникальных способностей троадона будут представлять собой смесь различных стилей звуков. Я также создал вокальный звук для каждого играбельного динозавра при кормлении своих детенышей и визуальный эффект отрыжки. Ну и в заключение. Киссон Китон, продюсер. Большое спасибо всем тем, кто усердно участвовал в стресс-тесте. Обратная связь с вами была весьма ценной и использована с пользой. Это была тяжелая битва за то, чтобы привести основы существ и механики в комфортное состояние, и мы почти достигли этого. С общей структурой и основами, установленными для животных после запуска обновления кровь. То есть после полного релиза гнездования и крови обновлений 5 и 6, 6 и 5, мы наконец-то сможем отвлечься от всех производств тяжелой механики для животных и сосредоточиться на привлечении новых игровых динозавров. Которые каждый будет иметь свои уникальные функции и способности. Также ранее это все будет анонсировано и внесено в игру. Некоторые из новых изданий будут включать Бэпиозавра, Цератозавра, Галемимуса и Герерозавра. А также некоторые другие виды, как Диабло Цератопс, Дилофазавр, Барионикс, Ави Раптор, Австро Раптор и многие другие. Не обязательно в таком порядке, но с неожиданным поворотом и развертыванием в игре. Люди в игре. Поколение 2. Уже находится у команды дизайнеров для его конкретизации. Мы наконец начнем показывать немного больше развития, которое претерпела Ген 2. Также обновление 6 будет представлять расчлененку и хоррор, как упоминалось ранее. У нас есть несколько скринов и анимаций, которые мы начнем демонстрировать фанатам в течение следующих нескольких ближайших недель. В ожидании обновлений, чтобы вы получили приблизительное представление о том, чего ожидать. На самом деле Филипп усердно работал над различными прототипами крови и шрамов. Также, если все будет хорошо, мы можем включить ранее необъявленную функцию, предназначенную для того, чтобы сделать игровой процесс для всех джувов более веселым и привлекательным. На этом мы прощаемся с вами до следующего деплога. И обязательно ждем обновления 5, которое скоро выйдет в релиз. Надеюсь, что много из данного деплога можно почерпнуть. Конечно, сыровато может показаться, но я уловил много интересных деталей, которые мы обсудим с вами в следующем выпуске новостей, а также на наших стримах. И пишите в комментариях, буду рад почитать. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк данному видео, нажми колокольчик. Жду всех на стримах. Хорошего выживания. Мириза Айл Эврима. Пока.